Всех приветствую и рад видеть на оффлайн и онлайн части моего доклада. Меня зовут Дмитрий Купин и тема моего доклада «Сквозь туман кибервойны. Обзор атак IPT Cloud Atlas в 23-24 годах». Почему я решил выбрать эту тему? Дело в том, что данная группировка в свете последних геополитических событий атакует преимущественно Россию, Беларусь и другие страны СНГ. И это представляет реальную угрозу для бизнеса и государственных организаций. И понимание тактик-техник процедур данной группировки очень значимо для построения соответствующих мер защиты от нее. И прежде чем начать свой доклад, я хотел бы рассказать коротко о себе. Я работаю в сфере информационной безопасности с 2013 года, являюсь руководителем отдела по анализу древностного кода департамента киберразведки компании «Факт». И также преподаю по совместительству в МГТУ МиниБауна на кафере защиты информации. Пишу, как и все, научные и технические статьи, блоги, делаю ресерчи. Выступал на конференциях CyberCrimeCon 2021, Kazan Digital Week 2021. И также участвовал в 10-м выпуске аудиоподкаста «Кибербез по фактам». Все статьи и выступления доступны в моем профиле на LinkedIn. Вот QR-код снизу. Поехали. Так, кликер. План моего доклада построен следующим образом. Мы разберем с вами профайл группировки Cloud Atlas, чтобы вспомнить, кто это такие. Поговорим о предполагаемых объектах атаки. Разберем таймлайн активности этой группировки. Сегодня поговорим про тактики, техники и процедуры Cloud Atlas. Также я покажу актуальные цепочки атак, то есть скиллчейны. Их будет два варианта. И будут даны рекомендации по защите в соответствии по построенным тактикам, техникам и процедурам. Итак, профайл Cloud Atlas. Я его решил построить по модели алмаза или Diamond Model. Она состоит из четырех вершин. Первая вершина — это атакующий. Атакующим у нас является группировка Cloud Atlas. Кто это такие? Это прогосударственная кибершпионская группировка, которая занимается кибершпионажем и кражей конфиденциальных данных. У данной группировки есть множество алиасов, имен. Вы можете также знать, что Cloud Atlas — это Inception или Inception Framework. И ее еще называют Cloud Very Wolf, CleanUrsa, BlueOdin и так далее. Данная группировка активна с 2014 года. Но также известно, что данная группа может быть выходцами из более древней группировки, так называемой Red October. И если мы будем с вами принимать во внимание, что Cloud Atlas равно Red October, то тогда будет первая активность у нас, начиная с 2007 года. Кого атакует Cloud Atlas? Соответственно, в целом жертвами являются страны Восточной Европы, Азии, государственный сектор, промышленность, научно-исследовательские институты, дипломатические организации. И в последнее время атаки направлены на Россию и Беларусь. Какую инфраструктуру используют злоумышленники? Они зачастую пользуются зарубежными регистраторами, хостингом, используют легитимные облачные сервисы, такие как OpenDrive, Cloud.me. Также известно по старому отчету компании Symantec, выпущенном в 2018 году, злоумышленники использовали скомпрометированные роутеры в качестве прокси-цепочек. Также злоумышленники, поднимая свою инфраструктуру, использовали ее для подготовки под следующей стадии своих вредоносных модулей. Также, чтобы получить вредоносную нагрузку в урлах к вредоносным файлам, злоумышленники, как правило, используют некие уникальные пути. Ой, переключилось. Возможности. Какой арсенал у злоумышленников? Они используют ОЛИ-документы, содержащие в потоке OneTable, ссылку для загрузки вредоносного шаблона RTF-файлы с shellcode, разрабатывают, собственно, уникальное ПО, например, PowerShower, VBShower, и в старых отчетах о данной группировке вы можете увидеть упоминание про Inception Framework. Также злоумышленники сейчас используют вредоносные HTA-файлы, используют скрипты Batch, PowerShell, Python и VBS. Соответственно, так как это у нас алмазная модель, мы видим с вами отношение вершин, атакующей жертвы и инфраструктура возможностей. Соответственно, это дает нам возможность сделать некоторые аспекты. Социально-политический, который выражает мотивацию злоумышленников, она заключается в политике. Цель, соответственно, кибершпионаж и кража конфиденциальных данных. И они очень любят использовать геополитическую повестку для проработки сценариев своих атак. В техническом аспекте, как правило, используются некие технические фишки. Например, они любят целенаправленный фишинг в качестве начального вектора атаки. Используют технику внедрения шаблона. Почему-то используют до сих пор старые узимости, такие как CV-2017-11882. Используют протокол WebDAV для коммуникации с облачной инфраструктурой других скомпилированных модулей, но на этапе уже пост-эксплуатации. Также они используют белые списки для того, чтобы затруднить исследователям получение следующих стадий. И сейчас они стали использовать альтернативные потоки данных файловой системы NTFS для сокрытия вредоносной активности. Кого атакует группировка Cloud Atlas? Так как у нас была телеметрия с публичных сервисов, таких как VirusTotal, Lany Run, и образцы мы получали из внутренних своих кейсов, мы смогли построить соответствующую карту, кого атаковала эта группа. Соответственно, мы выделили три страны. Это Россия, Беларусь, Казахстан. Города, приведенные здесь на слайде, они были получены благодаря анализу телеметрии, полученной с VirusTotal. И вы можете обратить внимание, что там есть Крым, и отдельно у меня еще Симферополь приведен. Но по поводу Крыма я чуть позже расскажу. А в Казахстане городов нету, и я тоже об этом сейчас расскажу вам. Атакуемые отрасли. Кого атаковали в 1923-1924 годах? Топливоэнергетический комплекс, военно-промышленный комплекс, научно-исследовательские институты, пищевая промышленность и другая промка, компании, занимающиеся геологоразведкой, и, конечно же, госсектора. Поясню за Крым. Есть у нас некий файлик на VirusTotal. Мы видим, что он был загружен из России, и если посмотреть телеметрию, этот файл был загружен почему-то из Москвы. Ну окей, смотрим содержимое этого вредоносного документа. Какая там приманка? Обращаем внимание на федеральный закон 44, какую-то аббревиатуру СМРК номер 154, и в скобках еще видим с вами какие-то конкурентные процедуры. Что ж такое? А можно назад? Вот. Начинаем это гуглить. Смотрим, что такое СМРК. Находим, что это Совет Министров Республики Крым. Заходим на официальный сайт правительства Республики Крым. Ищем там постановление номер 154. Открываем содержимое. Видим, что идет отсылка на федеральный закон 44. Бинго. Скорее всего, мы поняли, на кого нацелен этот вредоносный документ. Ну, хотя он был загружен из Москвы, но уже по контенту понятно, что, скорее всего, он нацелен на организации, которые находятся в Крыму. Теперь по поводу Казахстана. У нас вот есть тоже документик, и он загружен почему-то из России. И источником у нас является некая учетная запись человека или группы какой-то. Ну, авторизованный на сервисе VirusTotal. Файлик был загружен, по-моему, из Москвы. И что мы видим с вами в содержимом этого вредоносного документа? Мы с вами видим, что там есть упоминание о неком законе о государственных закупках от 21 июля 2007 года. Начинаем эту информацию гуглить. И нам выскакивает очень множество, большое множество сайтов, связанных с Казахстаном. Соответственно, открываем этот закон и понимаем, что да, он есть только в республике Казахстан. Соответственно, таким образом было выдвинуто предположение, что, скорее всего, данный документ хоть и был загружен из России, но он имеет прямое отношение к республике Казахстан. И, скорее всего, он был нацелен на организации, расположенные в Казахстане. Теперь поговорим с вами немного о таймлайне активности Cloud Atlas. Так как у нас не было скомпилированных образцов, то за дату мы брали дату первого появления образцов. Это на VirusTotal, на Enirane, из внутренних кейсов. Соответственно, тускленький квадратик — это мы нашли один файлик, встретился один раз. И темненький квадратик — это мы обнаружили более одного файла за день. Что можно увидеть из этого таймлайна или а-ля хитмэпа? Что в июле 2023 года почему-то не было никаких образцов. А в 2024 году, в апреле-майе, тоже мы не наблюдали никакой активности. Ну, понятное дело, что это связано с возможностями компаний. Если кто-то реагирует на инциденты, явно у них будет телеметрии побольше. Теперь давайте разберем с вами тактики, техники и процедуры группы CloudAtlas. Поговорим с вами о техниках подготовки к атаке. Что делает злоумышленник в самом начале? Сначала он собирает информацию о жертве, проводит разведку. И он пытается получить... Злоумышленник пытается получить адреса электронной почты, куда, соответственно, нужно будет засылать фишинговые сообщения. Далее, тактика подготовки ресурсов для атаки. Злоумышленники подготавливают инфраструктуру, регистрируют домены для размещения своих вреносных нагрузок или для командных серверов. Также злоумышленники используют ранее скомпрометированные почтовые адреса для того, чтобы проводить целенаправленные фишинговые кампании. В продолжение тактики ресурс-девелопмент рассмотрим еще ряд техник. Группировка Cloud Atlas обладает возможностью разрабатывать собственное вреносное ПО. Как вы помните, это PowerShower, WebShower, например. Также злоумышленники используют вредоносные документы РТФ, которые эксплуатируют уязвимость CVE-2017-11882. Скорее всего, у злоумышленников есть некий вэпанайзер для того, чтобы на потоке генерить эти вредоносные файлики. Также злоумышленники создают электронные почтовые аккаунты на популярных сервисах, например, на Яндексе, на Мейле. И техника апплоуда Malware, соответственно, Cloud Atlas регистрирует свою инфраструктуру для того, чтобы разместить там следующую какую-то вредоносную нагрузку. Вот такая вот сетевая инфраструктура была выявлена в рамках 1923-1924 года. И эта табличка у меня на двух слайдах. Вот можете ознакомиться. И переходим с вами к тактикам и техникам, связанным непосредственно с атакой. Рассмотрим тактику первоначального доступа. Как известно, злоумышленники из группировки Cloud Atlas используют целевой фишинг, а в качестве вредоноса они используют вредоносный тач в виде олешного документа, обычно с расширением doc. И разберем с вами примеры этих фишинговых сообщений, которые удалось нам выявить и нейтрализовать с помощью нашей системы защиты и обнаружения сложных, неизвестных угроз. Факт Managed Exdar. Соответственно, на данном слайде представлен пример письма, которое было отправлено с компрометированного почтового адреса организации. В теме злоумышленники использовали тему о сотрудничестве Беларуси и Китая и приложили, соответственно, вредоносный документик. Следующий пример. Злоумышленники отправили письмо с уже зарегистрированного почтового адреса злоумышленников, использовали тему СВО «Запрос о помощи». И обратите внимание на реквизиты в письме. Они пишут, что это некий директор Ассоциации БПЛА «Феникс», Толмачев «В.Е.» И еще приложили номер телефона. Давайте с вами попробуем это загуглить. И мы увидим с вами, что на самом деле Ассоциация развития изучения беспилотников «Феникс» «Феникс». Директором является Реманенко Дмитрий Юрьевич, а не Толмачев «В.Е.». И контактный телефон — это вообще другая организация «Денвин». И последний пример. Злоумышленники здесь использовали тоже зарегистрированный почтовый ящик уже в мейле и использовали тему достаточно острую. Это постановка на воинский учет, мобилизация и все такое. Теперь перейдем к тактике execution — исполнение. Злоумышленники используют следующие техники. Здесь я решил собрать сразу три подтехники Command & Script Interpreter, а именно PowerShell, Windows Command Shell и Visual Basic. Cloud Atlas использует PowerShell скрипт для запуска и загрузки вредоносного чтей файла. Также они используют батник для создания запуска PowerShell скрипта, VBS скрипты для загрузки следующих стадий своих вредоносных компонентов. В продолжении данной тактики есть еще ряд техник. Это эксплуатация уязвимостей. Как нам известно, Cloud Atlas использует уязвимость CV 2017.11.882 в Microsoft Office. Также они используют объекты COM и VMI в своих VBS скриптах. Также отдельно еще рассмотрим с вами технику User Execution Malicious File. Эта техника говорит о том, что пользователю нужно запустить непосредственно вредоносный файл, чтобы начать цепочку компрометации. На данном слайде представлены примеры реализации этих процедур, как реализованы те самые техники Windows Command Shell, PowerShell и Visual Basic. Сверху вы можете увидеть содержимое батника, который создает PowerShell скрипт и, соответственно, запускает его. А ниже представлен фрагмент VBS ht файла вредоносного, который отвечает за запуск VBS скриптов из альтернативных потоков данных файловой системы NTFS. В данном случае файла diverse.ini. На данном слайде представлен пример процедуры, как злоумышленники используют COM объекты и VMI. Здесь вы можете увидеть, что они получают объекты для работы с реестром и с запущенными процессами, используя VMI. И также получают класс ID COM объекта MS XML 2 сервер XML HTTP 6.0. На данном слайде представлена реализация процедуры эксплуатации уязвимости. Снизу вы можете увидеть пути к файлам, которые запускаются, а ниже ссылки, к которым они обращаются. Соответственно, сначала у нас, когда открывается вредоносный документ, он пытается подгрузить вредоносный шаблон вот по такой ссылочке. Ниже происходит уже эксплуатация уязвимости в редакторе уравнений пакета Microsoft Office. И он уже пытается скачать вредоносный чтей файл. Как же злоумышленники формируют контент для своих вредоносных документов? Я решил выделить небольшой перечень, откуда они могут получить, так сказать, вдохновение. Они используют различные нормативные документы, берут новости из СМИ, из каких-то специальных сайтов. Также используют фрагменты научных статей из закрытых сборников или открытых. И еще могут создавать уникальный, это самодельный или уже какие-то сворованные данные из предыдущих атак. Рассмотрим примеры нормативных актов. Ну, здесь как бы все понятно. Это могут быть документы с консультант-плюса, какие-то протоколы, какие-то законы. Здесь все понятно и тривиально. Как злоумышленники берут, соответственно, информацию из СМИ? Мы с вами видим, что вот есть некая новость, у нее есть заголовок, контент. Злоумышленники переносят эту информацию, немножко форматируя текст. Либо они берут новость и почему-то копируют новость не до конца для своего документа. Слева представлен как раз вариант вредоносного документа, а справа, соответственно, источник, откуда они это могли взять. Теперь рассмотрим с вами пример, как они берут информацию с различных сайтов. Вот есть вроде бы непромечательный вредоносный документ, где в качестве применки используется какая-то табличка. Если поискать кучу документов и соотнести таблицу, более-менее похожую, то можно наткнуться на заявление на пропуск, на въезд в закрытый город Саров. Вот, возможно, злоумышленники взяли оттуда данную табличку и могли уже использовать на различных организациях. И еще один пример, откуда они могли взять информацию. Есть вредоносный документ, заточенный под Беларусь. И они взяли, соответственно, автобиографию генерала-лейтенанта Лапоа Анатолия Петровича с Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. А фотографию, например, они могли взять с другого какого-нибудь сайта, скажем, Совет командующих пограничными войсками. Фрагменты научных статей сборников. Нам прилетел документ вредоносный, и, соответственно, там был заголовок достаточно интересный, и пошел какой-то контент. Мы провели поиск по данному заголовку и обнаружили, что это является научной статьей, содержимое этого документа. И мы нашли закрытый сборник. Ну как закрытый, он не секретный, просто его нужно получить, видимо, по договоренности какой-то, а в открытом доступе его нет. Соответственно, вот этот вот сборник, он принадлежит Военной Академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. И вот еще один пример. Это уже открытый сборник, то есть можно было найти контент в сети интернет. Но здесь вы можете обратить внимание, что содержимое вредоносного документа, оно слегка модифицировано и не полностью совпадает слово в слово с тем контентом, который приведен в научной статье сборника. Рассмотрим с вами уникальные вредоносные документы, или самодельные, или добытые в ходе предыдущих операций. Слева у нас файл-приманка, относящийся к энергетике стран СНГ. Посередине у нас что-то связанное с Донецкой Народной Республикой. И справа у нас документ, нацеленный на Республику Беларусь и о прошедших выборах. Теперь рассмотрим с вами тактику персиста из класса привилегий, а именно технику, которую использует группа Cloud Atlas. Они закрепляются в системе через ключ реестра RAN. Ниже представлен слайд примера, как это происходит. Они создают запись в RAN, и у вас идет запуск VBS скрипта из альтернативных потоков данных файла, в данном случае хаки.xml. Теперь рассмотрим с вами тактику defensivation. Зломышленники используют такие техники, как допускается декодирование файлов или информации. То есть они используют XOR для того, чтобы прошифровать свою полезную нагрузку и shellcode. Используют альтернативные потоки данных файлов системы NTFS, а именно альтернативные потоки данных для того, чтобы скрыть свою вредностную активность. И удаляют индикаторы путем открытия файлов на запись. И тем самым у вас очищается содержимое этих файлов. Техники defensivation продолжаем с вами рассматривать. Они используют технику двойного расширения. Нам попался вредоносный бетч-файл с расширением .pdf-probel.cmd. Опускация файлов или информация, а именно шифрование или кодирование файлов. Cloud Atlas, они опусцируют содержимое вредоносных ht-файлов и VBS скриптов. Также они используют легитимные приложения, а именно MS-HTA для запуска вредоносных ht-файлов. Применяют технику template injection для внедрения вредоносных шаблонов. И используют различные временные задержки для того, чтобы затруднить анализ вредоносного кода в виртуальной среде или в песочницах. На данном слайде представлены примеры реализации этих процедур. То есть вы слева можете увидеть, как у вас диафусируется shellcode, используя XOR ключ двухбайтный. Ниже представлен фрагмент диафусированного VBS скрипта, где злоумышленники расшифровывают следующую стадию. А справа у вас представлен ht-файл, как он есть. То есть он, видите, что как-то там закодирован, опусирован. На данном слайде представлен пример процедур использования альтернативных потоков данных файлов систем NTFS, применение двойного расширения временных задержек в VBS скриптах и удаление, соответственно, файлов. Это справа вот скрины у вас. И последние примеры по Defensivation. Использование MS-HTA для загрузки вредоносного ht-файла. Снизу как раз представлено содержимое этого ht-файла. Справа у нас применение template injection. Там как раз открыт поток OneTable, и вы можете видеть, что есть ссылка на скачку вредоносного шаблона. А, ниже представлен пример, что происходит, когда пользователь открывает этот документ. Какие используются техники в тактике discovery, то есть обнаружение чего-нибудь в сети или на системе? Злоумышленники пытаются найти определенные процессы в системе, а именно мы видели, что при использовании PowerShell скриптов у них осуществлялся поиск таких процессов, как winrar.exe и cmd.exe. И они еще собирают информацию, системную информацию о цели. Каким образом? Они пытаются получить имя домена, или если у вас компьютер не находится в домене, соответственно, у вас будет имя хоста жертвы. Соответственно, они эту информацию добавляют в заголовок user-agent и отправляют на командный сервер. Здесь представлены примеры реализации этих процедур, как происходит поиск процессов winrar.cmd, и, соответственно, сбор информации о домене. Переходим к тактике command and control. Злоумышленники используют, ну, понятно, веб-протоколы, то есть HTTPS для того, чтобы общаться со своими серверами. Техника загрузки дополнительного ПО извне — это ingress tool transfer. И также использование внутреннего прокси. Вот пример реализации техник. Веб-протоколы я не стал приводить, потому что и так все понятно. Слева сверху вы можете увидеть использование внутреннего прокси. Сначала они осуществляют проверку. Если есть настройки внутреннего прокси, они это используют для того, чтобы коммуницировать со своей инфраструктурой. И справа снизу представлен скриншот, как они могут подгружать что-то извне, записывать на диск и, соответственно, запускать это, используя Wi-Fi. А что еще может делать группировка Cloud Atlas после компрометации системы? Ну, к сожалению, это был весь killchain, и как бы после эксплуатации мы уже не видели. Но мы с вами знаем, что есть данные за 22-й год, и мы можем, в принципе, их экстраполировать на 23-24 год. В 22-м году вышел ресерч компании Checkpoint, где они указали, что на VirusTotal был выложен некий документ из Донецка, в котором присутствовала информация о реагировании на инцидент в каком-то ведомстве. На данном слайде представлен фрагмент содержимого этого документа. В красном я выделил более интересные примеры, а именно сканирование внутренней сети, поиск контроллера домена и проведение атаки на него, архивирование добытых данных с контроллера домена, используя утилиту NTDS-утил. Соответственно, злоумышленники также могли создавать учетные записи, отличные от реальных учетных записей в домене на один или два символа. Также они использовали такие протоколы удаленного доступа, как RDP и SSH для того, чтобы подключаться к конечным хостам и к серверам. И отдельно стоит выделить еще, что они использовали Advanced Port Scanner почему-то с русскоязычным интерфейсом. Это понятно. И какие-то еще легитимные тулзы, такие как Far, Python, Chocolately и так далее. Но самое интересное, что злоумышленники, проникая в сеть организации, производили поиск и удаление в логах прокси-сервера Squid записей о наличии подключения к облачным сервисам, таким как OpenDrive и CloudMe. Также они продолжали брутфорсить роутеры, видимо, для использования их в качестве прокси-цепочек. И принудительно еще открывали порты для доступности. Теперь разберем с вами актуальные цепочки Атак Cloud Atlas. Их будет всего два варианта. Первый вариант у нас был подробно разобран в нашем блоге. QR-код представлен на слайде. И сейчас пробежимся по этому килл-чейну. Злоумышленники отправляли жертве фишинговое письмо с вредоносным вложением, которое содержало документ со ссылкой в потоке OneTable. Соответственно, по этой ссылке происходила загрузка вредоносного РТФ-документа, который содержал шелл-код. И он исполнялся в результате эксплуатации уязвимости CVE-2017.11.882. Соответственно, этот шелл-код отвечал за загрузку и запуск HTA-файла вредоносного. Что делал HTA-файл? Он создавал в альтернативных потоках данных файла либо с расширением XML, либо с расширением INI кучу вредоносных VBS-скриптов, и там еще содержался файл с офицированными какими-то данными, но это полезная нагрузка. Это файл .con и .hexen. HTA-файл добавлял в автозагрузку один из VBS-скриптов, а другой VBS-скрипт, это звездочка inc.vbs, он запускал. И этот VBS-скрипт отвечал за запуск, за расшифровку и передачу управления нагрузки, которая содержалась в файле с данными .con и .hexen. И, соответственно, вот эта полезная нагрузка, она дальше еще декодировалась, создавала зачем-то пустой файл, но я потом поясню, как он получался. И этот VBS-скрипт пытался уже загрузить следующую стадию, которая тоже являлась VBS-скриптом. И вот слева вы можете увидеть такой вот завиточек, init.vbs. Это отдельный VBS-скрипт, который отвечал за удаление содержимого самого себя и очистку содержимого inc.vbs. На данном слайде представлено содержимое .ht-файла, вот так вот оно выглядело. На этом слайде представлено более подробно то, о чем мы проговорили, но здесь указаны именно пути к файлам, которые создавались и запускались. Как вы можете заметить, у нас вот в автозагрузку добавился запуск VBS-скрипта из альтернативных потоков данных и вот непосредственно как последовательно происходил запуск VBS-скриптов. VBS-скрипты располагались в альтернативных потоках данных в файлах Haki.xml. На данном слайде представим пример. И здесь вот более подробно про вот эти вот VBS-скрипты, про которые я проговорил на killchain. Соответственно, звездочка inc.vbs, в данном случае Haki inc.vbs, он был идентичен файлу Haki.vbs. И, соответственно, что он делал, да, он расшифровывал содержащуюся нагрузку из файла данных и запускал его. Справа представлен фрагмент этого VBS-скрипта. Соответственно, вот это вот расшифрованное содержимое файла Haki.xn, вот так вот оно выглядело, и мы видим, что там еще что-то было закодированное. Вот эта вот полезная нагрузка, она декодировалась и запускалась. И вот так вот выглядела полезная нагрузка, которая должна была скачать финальную какую-то нагрузку, которую, к сожалению, мы не могли получить, потому что на момент исследования она уже была недоступна. И так как скрип большой, я его разделил на три части. Вот и привел в читабельный вид. Стоит отметить, по поводу создания пустых файлов, злоумышленники почему-то использовали конструкцию Honorary Resume Next, и у них из-за этого после проверки условия на присутствие файла ненулевого размера постоянно будет выполняться вот этот вот код, который отвечает за то, что нужно открыть файл, прочитать содержимое, отправить пост с запросом на сервер и все это делать в режиме записи, тем самым обнуляя его. То есть у вас создается пустой файл и все, и ничего не отправляется на самом деле. Может быть это как маркер, либо это баг. И, соответственно, вот VBS скрипт, который отвечал за удаление содержимого. Помимо удаления содержимого VBS скриптов, данный скрипт еще очищал содержимое каталога временных файлов, которые были загружены из сети интернет. И, соответственно, он это делал точно так же в режиме записи. Рассмотрим с вами второй вариант. Он на самом деле почти ничем не отличается от первого, за исключением первой части. То есть то, что идет до загрузки и выполнения вредоносной чтей файла. Мы не знаем, к сожалению, начальный вектор распространения этого zip-архива, но допустим, что пользователю прилетает какой-то zip-архив, в нем содержится батник с расширением .pdf, пробел, .cmd, данный батник пользователь запускает. У вас создается PowerShell скрипт, который загружает zip-архив. В zip-архиве у вас содержится документ-приманка формата .pdf. PowerShell открывает эту приманку для отвлечения внимания жертвы и также удаляет сам батник и заменяет исходный zip-архив документом-приманкой. Вот содержимое zip-архива. Вы можете увидеть, что он был создан в ноябре 15-го числа 23-го года. Батник, соответственно, создает PowerShell скрипт и запускает его соответствующей командой. PowerShell скрипт предназначен у нас в основном для загрузки следующей стадии, используя MSHTA. Соответственно, на данном слайде представлен форматированный вариант этого PowerShell скрипта для того, чтобы было удобно прочитать его код. Но, к сожалению, файл-приманку нам не удалось получить, потому что она была недоступна на момент исследования. Как мы обнаружили второй вообще killchain? И, забегая вперед, как мы смогли восстановить ht-файл? Как-то раз в Карибском море у нас зафалсило правило на CVE 2023 38 831. Но нас заинтересовал комментарий, оставленный от одного пользователя на VirusTotel. Он написал, что украинский кто-то там на таком-то IP-шнике. Мы такие, окей, здорово. Смотрим содержимое архива, видим там тот самый батник с двойным расширением. И также в сексе дропнутых файлов мы обращаем внимание на VBS скрипты, которые были зашиты в альтернативных потоках данных, файла Devercini. Лезем в анализ песочки Zenbox на VirusTotel, видим хедж сумму файла ht-a и пытаемся его поискать. Его нет. Что делать? Ну, было принято решение скачать дампы оперативы из этой песочки. И там было немножко файлов. Их всего было 1604. Что делать? Для начала надо найти начало. Конец, той части которой не хватает, обратиться к схожему ht-файлу из предыдущих кейсов, так как у нас были эти данные, поискать по куску, которого не хватает, соединить все вместе и проверить, соответственно, хедж сумму, чтобы понять, типа, мы получили профит или нет. Так как бинг-репа под рукой не было и из-за собственной лени, было принято решение написать тера правила для того, чтобы найти начало, конец и недостающую часть. На данном скрине представим пример этого яра правила. Ой. Вот так вот выглядит начало ht-файла из одного из файлов дампов. И вы можете заметить, что это вот конец файла, то есть у нас он обрезанный. А вот так вот выглядит конец ht-файла. И мы видим, что там идет какой-то мусор и VBS-код. Ну окей. Взяли с вами начало, ну, целиком ht-файл из предыдущего кейса и начало, которое мы нашли. Посмотрели ту часть, которой не хватает и просто решили случайно поискать вот по вот этой строке, которая выделена красным. И мы нашли недостающую часть в одном из дампов. Соответственно, склеили все в один файл, посчитали хэш-суму, сравнили с той, которая представлена в анализе песочницы ZenBox. И у нас совпала хэш-сума. Какие можно дать рекомендации по защите? Как мы знаем, Майтери предлагает, помимо тактик-техник процедур, еще средства митигации и детекта. Соответственно, вот эти вот методы митигации, то есть снижение рисков от угрозы или так называемые меры защиты, можно применить к тем техникам, которые мы привели с вами. Давайте рассмотрим их. Соответственно, есть у нас тактика начального доступа, и мы знаем, что есть техника целевого фишинга с виновственным вложением. Какие меры защиты или митигации Майтери ATTCK предлагает? Использование антивирусного ПО, использование IDS-IPS систем, ограничение доступа к веб-ресурсам, конфигурация софта, обучение пользователей. По тактике execution тут, в принципе, все почти то же самое, но стоит отметить, что по поводу PowerShell у нас есть такая мера защиты, как использование подписанных скриптов, отключение или удаление каких-то фич или софта из системы, и управление привилегированными учетными записями. Также еще можно обратить внимание, что есть еще такие меры, как предотвращение запуска или поведенческое предотвращение запуска. Это когда мы видим какую-то аномалию на конечном хосте. Продолжение тактики execution. Техники у нас, эксплуатация уязвимостей. Логично, что изоляция приложений или сэндбоксинг, а также защита от эксплойтов. У нас какие еще применяются меры защиты к использованию ком-объектов и VMI. У нас есть тоже изоляция, управление привилегированными учетными записями. По запуску вреносных файлов понятно, что там есть обучение пользователей, предотвращение запуска и предотвращение по поведению на конечной точке. Maitre почему-то не дает внятные меры защиты к такой технике, как закрепление в системе через ранки или каталог автозагрузки, тактики персиста и привилечия скалейшена. И также в тактике defensивейшн, обхода средств защиты, в технике, где опускается декодирование файлов или данных и в удаление индикаторов Maitre тоже ничего не может дать. По поводу использования атрибута файловой системы NTFS, а именно альтернативных потоков данных, предлагается ограничивать доступ к файлу или каталогу. По маскарадингу, двойному расширению это у нас конфигурация операционной системы и обучение пользователя. Продолжение defensивейшена по опустированным файлам отрабатывают у нас антивирусные решения, поведенческий анализ по использованию легитимных средств, таких как MSHTA, отключение или удаление каких-то фич и предотвращение запуска. По template экжекшену у нас тоже антивирусы и все, в принципе, то же самое. Ну и обучение пользователей тоже. По технике time-based evasion, к сожалению, ничего Maitre не приводит. По discovery тоже ничего нету у нас, а именно по технике process discovery и system information discovery. А в тактике command and control, а именно техник веб-протоколов, подгрузки какого-то ПО или вредоносных инструментов и использования вредоносного прокси, логично, что можно использовать средства IDS, IPS. Какие можно сделать выводы по этому всему? Ну, Cloud Atlas продолжает заниматься кибершпионажем. В 23-24 году Cloud Atlas атаковала в основном Россию и Беларусь. Ну, и чисто случайно была еще найдена атака, возможная, на организации в Казахстане. Образцы в эпоху Cloud Atlas мы выявляли практически каждый месяц, но сейчас почему-то их не видим. В качестве основного вектора Cloud Atlas до сих пор использует целевой фишинг с вредоносным вложением. Также вы могли обратить внимание, что Cloud Atlas использует достаточно очевидные старые техники, но в то же время они работают и группировка, соответственно, старается всячески их модифицировать. В данном случае они решили применить альтернативные потоки данных. Ну, и, соответственно, для защиты от данного типа угроз достаточно соблюдать простые правила. Обучайте пользователей, обновляйте ПО, следите за узимостями, используйте стандартные СЗИ типа антивирусных решений, мышечных экранов, СИЭМы, ЕДРы и так далее, и так далее. И все будет у вас хорошо. У меня на этом все. готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Насколько часто и как часто сотрудники ИБ Идут на контакт с группировками И перехватывают ли опытных специалистов К себе в группировку На условиях анонимности Ну так как в основном я занимаюсь И пяти угрозами А с оптой достаточно сложно Как вы знаете контактировать Но если рассматривать Другие типы угроз Типа там саберкрайма Или других ребят Которые охотятся за наживой То В плане частоты сложно ответить Но скорее всего есть какие А или что там с микрофоном работает Взаимодействие с атакующими Оно есть Но в плане частоты Сложно здесь ответить Изменялись ли тактики и техники На протяжении времени Их активности в течение года Происходило ли усложнение цепей атак Новые попытки скрытия Или на протяжении всей активности Паттерны поведения были одинаковые И не совершенствовались В обнаруженных выявленных компаниях Ну я так понял Данный вопрос относится Именно к группе Cloud Atlas Соответственно нет Усложнений цепей атак не было И в принципе вот эти вот ВБС скрипты которые видели Скорее всего это как раз и был ВБС шавер И он был описан компанией Лаборатория Касперского В 2019 году И злоумышленники до сих пор Используют стандартный набор средств Но единственное что они решили Использовать это Альтернативные потоки данных Раньше такого не было Тем более если вы сравните Килчейн который вот был приведен Первый И посмотрите на отчет Компании Postive Technologies Unbroken Chain по-моему называется По Cloud Atlas Он в 2020 году вышел После публикации отчета Компании Checkpoint Там в принципе тоже были Вот эти вот ВБС скрипты PowerShell И ребята смогли уже получить Скомпилированные бинари На пост эксплуатационной стадии В принципе особо ничего не меняется И как вы видите ЦВЕХ старый используется И все нормально Правда непонятно Отрабатывает ли она у жертвы или нет Злоумышленники использовали Подложенные телефоны Если подтверждение Что это повышало успешность фишинга Когда жертва звонила по телефону И попадалась на сношинженерию Вообще непонятно Звонит ли жертва По предоставленным реквизитам Но скорее всего Когда вы указываете Такую подпись В фишинговом сообщении Это по идее должно повысить Как лучше сказать Да, повысить доверие Со стороны жертвы Что типа Ну вроде бы все окей То есть там есть реквизиты Со мной там представились Классно Написали с уважением Указали телефон По которому я звонить не буду Потому что интроверт Ну и соответственно Как мы знаем Эти письма начинают пересылаться Типа открою себя У меня не получилось Что встречается чаще Реально зарегистрированные Злоумышленками мейлы Или скомпрометированные Или подмена адреса Электронной почты С левых серверов Как правило Чаще всего встречаются Уже подготовленные Адреса почтовые А скомпрометированные Они не так часто Используются Ну потому что Это сложнее Вам нужно подломить Жертву И потом использовать Это в атаке Но как правило Это повышает Качество проведения Кибероперации Потому что Если вы пишете С легитимного ящика Вы проходите все проверки Дакимы и прочее И типа все здорово Скорее всего Ваше письмо дойдет Его не поблочат И жертву возможно Откроет Вредносный документ А какой А какой работает Техника Windows Management Instrumentation Типа как она работает Ну это стандартный Механизм Windows Да Можете посмотреть В интернете Что делает VMI В данном случае Просто у вас Использовались Запросы к VMI объектам Для того Чтобы использовать Это в коде Чтобы можно было Работать С реестром Через VMI объект И запущенными Процессами Вот То есть вы это могли Сделать не в ВБ скриптах Например в Порошеле То же самое Или в батнике Так ли важно То Как злоумышленники Формируют Вредносные документы О чем нам Может сказать О чем нам Может сказать Какого источника Данных Они брали текст Это позволит Их как-то Вычислить Или подготовить Инструмент Отличающий Копипасту Перед открытием Вредоносного кода Чтобы предупредить Пользователя Об угрозе Ну с точки зрения Исследования Исследователей Мне кажется Это достаточно важно Понимать Пытаться понять Залезть в голову К злоумышленнику Типа Что он преследует И на кого Скорее всего Нацелена данная атака Ну в тех примерах Которые я привел Вроде бы да Документы были залиты Из России Но в то же время Мы нашли контент Который по идее Относится к Казахстану Или допустим Был какой-то документ Он связан с Россией Но оказалось Что это более конкретная цель А именно Республика Крым То есть С точки зрения Там даже Соков Можно обменяться Этой информацией С другими соками И предупредить ребят Что типа Ребят Скорее всего Вот Ваш регион Находится под атакой Данной группировки Плюс конечно Можно использовать Еще наверное Маль-решение Токенизировать текст И пытаться Выявить Что-то такое Мне кажется Будет фолстить Потому что Вы видели Что данные Берутся Из открытых источников Но Вы можете По идее Натравить модельку Которая будет Хотя бы Характер выявлять У текста Что он типа Политический Или он бизнесовый Ну и так далее И так далее Может быть Это будет Какой-то метрика Для детекта Ну В будущем Так подумать Есть ли Какой-то Особый почерк В работе Данной группировки Который выделяется На фоне остальных Да Конечно Это Документы С потоком OneTable У нас есть Еще одна группа Которая По идее Это использует По-моему Это EPT28 Или Гоморидон Я уже не помню Короче Одна из Пророссийских Группировок Тоже использует OneTable Вот И только Вот эти ребята Ну и Также Они используют Уникально Вредоносное ПО К сожалению Мы похожего Еще ничего не видели Поэтому Это вот Явный почерк Как можно Их определить Яркие работают Нормально Фолсов нет Добрый день Настроен ли Какой-либо Скоринг На Приоритетные Инциденты Который В любом Случай Не попадает К роботу На обработку Я Наверное Не смогу Отвести На этот вопрос Я Не знаю Я В Третентеле Работаю Добрый день Из-за Постоянного Постоянно Быстро Изменяющихся Тенденций ВБ Есть ли Возможность Подключить Языковой модель Для контекстной Обработки Данных В инциденте Ну вот Как я уже Озвучил По поводу Эмейля Какие Подходы Могут быть Я К сожалению С Эмейлем На вы Но Как бы Это тоже Интересная Область Мне кажется Да Можно Это Применить Каким-то Образом Все Вопросы Закончились Да Лучший Вопрос А вот Те Кто Задавали Вопросы Они Я надеюсь В зале Потом Разберетесь Телепортируйте Подарок Вонтейбл Это поток В Олешном документе Там еще есть Нольтейбл И вонтейбл У ребят Из позитива Как раз В 22-м году Они очень подробно Структуру данных Расписали Как это вообще Работает Именно в формате Документа Можете тоже Почитать Я просто не стал Эти технические вещи Заострять Продолжение следует